следующая ошибка поспешное обобщение в понедельник уроке начинались 8 30 во вторник по идее уроки начинались 8 30 в среду я иду на уроке 8 30 и кажется что урок они я просто делаю поспешное обобщение значит зная опыт свой за поедельник за вторник я уже ожидаю что также будет и в среду великий праздник день независимости кларе церкви на кого-либо значит и так значит поспешное обобщение мы изучаем период судьи гидеон мужчина и фай мужчина так и так далее и тому подобное значит вплоть до самсона мужчина из чего можем сделать вывод что все мы набрали значное количество данных что закрываются все судьи израилевы были мужчинами то есть мы знаем все кроме одного то есть достаточно всего лишь одного одной сведения одного сведения чтобы вся наша красивое построение рухнуло как говорил геккель как всегда уродливые факты разрушают прекрасные теории индуктивный аргумент это аргумент основанный на частностях и мы не в состоянии знать все частности рано или поздно мы должны сказать хорошо давайте делать обобщение и это обобщение всегда будет стоили с иной степенью вероятности потому что все факты нам неизвестны вот пример из писания петр пишет про наглых ругателей где обетование пришествии его ибо с тех пор как стали умирать отцы от начала творения все остается также вот тот самый вот та самая ошибка преждевременного поспешного обобщения раз до сих пор его пришествие не произошло значит его и не будет вот поспешное вообще это типичная ошибка индуктивного аргумента мы говорим что индуктивный аргумент это не обоснованный аргумент по определению он не бывает обоснован обоснован этот аргумент это если бы у нас были верные все предпосылки абсолютно уверены в верности вывода индуктив но это нам может дать только дедуктивный аргумент индуктивный аргумент нам этого никогда не даст потому все равно мы всегда не Мы знаем всего. Мы лишь знаем отчасти. Мы отчасти знаем, отчасти пророчества. Но тут нужно вспомнить нам, что ведь научное исследование, вот сегодня многие люди продолжают верить в науку. Наука знает все. Откуда наука знает, что она знает все, мне тоже интересно. Вот, наука знает все. Если наукой что-то не доказано, то это, значит, не является истинным. Если наука что-то доказала, то это правда. Наука доказала, в том смысле, наука-то это индуктивный процесс. Что значит наука доказала? Это значит, что накопленные данные мы можем общить в эту теорию, пока у нас нет данных, которые бы эту теорию опровергали. Но появятся новые данные, и эту теорию мы сможем вполне выбросить на свалку, и это совершенно нормальный процесс, научный процесс. Наука оперирует гипотезами и теориями, и предположениями. И одно время была гипотеза, допустим, теплорода, что тепло это некое вещество, которое от холодного предмета к теплому перемещается, и таким образом предметы нагреваются. Была теория, допустим, эфира, что эфир это некое вещество, в котором распространяются электромагнитные волны. Эти теории все отошли. Была Ньютонова механика, потом появилась теория относительности, потом появилась квантовая механика. Накапливаются новые данные, старые теории уходят. Наука, мы никогда не можем знать ничего при помощи науки наверняка. Как сказал Эйнштейн, что люди думают, что наука заменяет неверные теории на верные теории. На самом деле, наука заменяет неверные теории на другие теории, тоже неверные, но уточненные. И зачастую, как долго бы мы не исследовали тот или иной процесс, стоит нам обнаружить хотя бы что-то одно, что противоречит нашим предыдущим исследованиям. Это факт. И мы все свои предыдущие исследования будем вынуждены выбрасывать на свалку. То есть, наука нам никогда не даст точного определения. История нам дает точные сведения, мы об этом уже сегодня говорим, не дает. Мы опять же говорим о некой степени достоверности. То есть, любое знание, которое основано исключительно на человеческом опыте, на человеческом восприятии, оно индуктивно по своей природе. Мы знаем только частности, которые потом пытаемся как-то обобщить. То есть, оно всегда необоснованно, и мы никогда, в конце концов, мы не можем быть уверены в его достоверности, если у нас нет никакого дедуктивного источника. То есть, мы мало того, что, значит, если раньше Сократ утверждал, что я знаю только то, что ничего не знаю, и люди понимали, что они не знают гораздо больше, чем они знают. Сегодня мы понимаем, что мы не знаем, даже знаем ли мы то, что мы знаем. Потому что, может быть, то, что сегодня нам кажется, мы знаем, завтра окажется, что мы заблуждались. Только если есть абсолютный источник знаний, который мы можем получить единственным путем, через откровение. Если есть тот, кто знает все, которое может нам сообщить знания, и уже из этого знания мы дедуктивно сможем делать какие-то выводы, только тогда мы можем знать, что это наверняка. И вот такой интересной ситуации и оказываются атеисты. Либо они должны признать, что они никогда ничего знать не могут. И многие так и поступают. И вот, собственно, агностики, они говорят, что мы ничего знать не можем, и никогда ничего знать не сможем. Либо нужно признать, что если мы что-то все-таки можем знать, то существует абсолютный источник знания, в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения. И только тогда хоть что-то мы можем знать наверняка. И если, допустим, в Средние века была теория, что, допустим, лягушки сами возникают из тины, а из гнилого мяса сами появляются личинки мурицы. То христианин Луи Пастер, понимая, что по Слову Божьему такого быть не может, поставил эксперименты и показал, что если мы это дело будем, слово такое даже появилось, пастеризовать, это его имя, пастер, вот, то там уже никогда жизни не появится. Из нежизни жизнь не возникает. То есть его знание абсолютное, взятое из Слова Божьего, говорило ему о том, что вот это вот частное человеческое знание из опыта. Вот сколько раз оставляем у него лое мясо, столько там находится человек ему. Это эксперимент, это научный процесс, это доказано сотнями экспериментов. Но его абсолютное знание Слова Божьего ему показывало, что так быть не может, поэтому он и ставил свои эксперименты. Мы когда придем к вопросу о науке, мы поговорим о подобных вещах еще больше, когда именно абсолютное знание Божье, Слово Божье, открывало людям неоднократно истины на их знание временное. Следующая ошибка, генетическая ошибка. Генетическая ошибка, это когда вместо содержания утверждения критикуется его источник. В качестве предложения к искусству спора про Ванина, вот в нашей электронной библиотеке, есть Жванецкое искусство ведения спора. Что если товарищ с вами не согласен, спросите у него паспорт, проверьте прописку. Как может правильно что-то говорить человеку в какой-то воде прописки. Вот. То есть мы начинаем критиковать самого его, вместо того, что говорит он. Знаете, как-то у нас такая ситуация была, когда мы собрались проводить лагерь в горах, детские арендовали стоянку в горах. Так, приехали туда, дождь проливной льет, нужно выгружаться в палатки здесь, с детьми из автобуса, палатки заняты. Братья во Христе. Приехали. Здравствуйте, вот, что вы здесь делаете? Нам Дух Святой сказал, что мы должны сюда приехать и провести три дня в молитве. Извините, но мне Дух Святой это не говорил, что вы здесь будете. Вот. Мы арендовали это место, мы заплатили, мне Дух Святой говорит, что воровать нехорошо. И вот у меня полный автобус детей, которые надо куда-то размещать. Ты что, не боишься оскорбить Духа Святого? Ага, ничего, Господи. Этого не боюсь. Вот того, который вас сюда привел, не боюсь совершенно. Вот. Да не тут же, значит, хорошо, не аргумент, Библию. Вот, Библия говорит, т-д-д-д-д. Не говорю, ну подожди, вот ты читаешь, ну это же ошибка по переводу. Вот так говорят свидетели Его. Нет, ну от того, что они так говорят, я считаю, что это неправда. Вот. То есть почти все, что говорят свидетели Его, правда за исключением маленьких вещей. Просто эти маленькие вещи самые важные. Вот. Но в основном, когда свидетели Его встречается, я говорю, сосед на площадке говорит, доброе утро, можно говорить правду, несмотря на то, что он свидетели Его. Действительно утро, и действительно благодать Божья обновляется, скажем, утром. Вот. То есть, если мы начинаем критиковать источник, а не само содержание, вот это и есть, это самая генетическая ошибка. Помните, Нафанаил сказал, из Назарета может ли быть что доброе? Вот. Или когда, значит, Никодим совершенно справедливо сказал, подождите, ребята, в Синедрионе, мы тут за законом следить поставлены или кто? То есть мы выносим, мы, это самое, приговор выносим человеку, не выслушав его. Мы же закон нарушаем. Что они ему говорят? Ты что, тоже из Галилеи? И вот тут же заткнулся, дабы, значит, не понести на себе вину по ассоциации. Вот. Вот это и есть вот эта самая генетическая ошибка. То есть вместо содержания критикуется источник. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Маленький. Найдем. Главное. Вечер. Вечер. То есть идет? Главное. О чем молитва. Субтитры подогнал «Симон»